Здравствуйте, коллеги! Сегодняшнее видео про местную породу пчел. Местная порода пчел это пчелы, которые формируются на определенной территории, хорошо зимуют, хорошо используют медосборы этой же территории. Хорошая устойчивость к болезням. Есть также свои минусы, они более в основном склонны к роению, потому что это как бы уже дикие, почти дикие пчелы, можно сказать. И также если пчеловод выводит плохого качества свищевые маточники, это тоже влияет плохо на эту породу пчел. Почему я говорю, что свищевые маточники плохие? Ну, это не есть как бы... Смотрите, кто занимается у нас на данное время местной породой пчел? Это люди, которые имеют около 20-30 ульев, которые не занимаются более промышленными такими масштабами. Обратите внимание, что в Украине по статистике около 400 тысяч пчеловодов. Вот представьте себе, какое количество. Из них у нас таких пасек очень огромных, там 600 тысяч у пчелосемей, можно по пальцах посчитать, но я даже не знаю, я теряюсь. Сейчас я не могу никого назвать, у кого есть больше 2000 пчелосемей. К чему я это веду? Что очень большое количество пчеловодов, которые держат небольшое количество ульев. Соответственно, это и есть ареал обитания местной породы пчел. Смотрите, к чему я это веду? Это нет разницы, где находятся эти пчелы. Если это Карпатка, значит это Карпатская зона или Степная зона. К чему я это все веду? Что местная порода пчел. В основном, очень большое количество пчеловодов расширяет пасеку с помощью роевых маточников. Специально проводится такая работа. Ждется, когда одна семья отраится. Появляется очень много невостребованных маточников роевых. И делаются отводки. И расширение проходит пасеки. Как бы это по старинке говорит, мы восстанавливаем ущерб, который был сделан зимой. То есть, если потеряли определенное количество пчел зимой, люди делают отводки на таких маточниках. И, соответственно, расширение пасеки свищевыми маточниками. Зачастую люди расширяют свищевыми маточниками плохого качества. К чему я это веду? В основном делается отводок. Одна-две рамки. Пчел. В основном даже там 4 рамки. Ну, может 5. И там пчелы выводят матку. Ну, вот представьте себе, какое будет качество этой матки, если там не хватало ни меда, не хватало ни белкового корма, не хватало там нормального кормления. Ну, качество такой матки будет, ну, очень-очень низкое. И, в основном, если мы возьмем всю пасеку, переведем на такие маточники, соответственно, у нас будут очень-очень такие плачевные результаты. И если мы даже завезем другую какую-то маточку, купим более-менее хорошо выведенную, она будет просто казаться космосом. Потому что, ну, свищевая матка, ну, это что? То есть, если она, во-первых, если она плохо, плохо выведена в маленькой семье, дальше, если еще и выведена и там не с двухдневной, не до двухдневной личинки, а старше двухдневной личинки, то это и качество плохое, и яйцекладка может быть плохая, там, если мы возьмем рамку, дырявый этот расплод постоянно, и также вырождение этой породы на определенной территории. Для того, чтобы поднять медопродуктивность, чтобы сделать работу с такой породой пчел, нужно заказывать определенные, ну, не то что заказывать, нужно завозить какие-то пчелы. Но это не имеется в виду, что нам нужно завозить пчелы там другой породы. Для одержания гетерозиса, гетерозис это скрещивание двух пород пчел. Ну, смотрите, если мы живем, например, я живу в Виницкой области, для того, чтобы поднять медопродуктивность своей пасеки, мне нужно завести пчел, например, с Полтавской области, можно завести с Херсонской области, ну, с той, где есть украинская степная порода пчелы. Для того, чтобы мне немножко разбавить свою кровь, чтобы сделать, как бы, такую небольшую помесь, как бы, F1, для того, чтобы был хороший результат. Пчелы будут, матка будет засевать в основном намного лучше, пчелы будут наращиваться быстрее, и результат по медосбору будет намного лучше, чем, например, если я буду постоянно вариться в одном котле, например, выведу там одну-две линии пчелы, и они будут у меня там на протяжении 20 лет. Это будет очень плохо. К чему это все веду? В основном, в основном, с местной породой пчел у нас почти никто не работает, ну, кроме там таких, не очень таких, как бы сказать, пчеловодов, которые имеют небольшое количество. Хотя, есть очень большие плюсы. Если мы будем выводить матки сами, то мы не будем затраивать финансы, как бы, финансы на покупку других маток. Ну, поймите правильно, покупка других маток, это все же снижает рентабельность нашей пасеки. Почему? Хочу сказать, что фактически породные пчелы появились откуда? Карпатка, к примеру, та же украинская степовая, откуда они все появились? Они появились из аборигенной пчелы. Ну, фактически, это и есть аборигенные пчелы, просто им вывели некоторые ознаки. Их сделали более-менее спокойными, их сделали более-менее медопродуктивными, их сделали менее роливыми. Ну, фактически, обратите внимание, опять же, кто выводит матки, он, опять же, постоянно меняет, меняет, меняет материалы, он меняет материнки, он меняет отцовские семьи для того, чтобы получались хорошие матки на продажу. Он не продает постоянно одно и то же самое, одни и те же самые матки, потому что люди просто скажут, ну, что ты нам продаешь какую-то фигню? Нам нужен результат, мы купили матки и должна, ну, эта купленная матка при хорошей работе должна показать и хороший медосбор, поймите мне правильно. Поэтому, слаживается мнение, что местная порода пчел очень плохая. Ну, в действительности, так или не так, я не могу это сказать, потому что мне, например, лично мне не нравится, когда пчелы злые. Ну, это правда. В основном, у меня было очень много местных раньше, они были очень злые, но зимовали они прекрасно. Есть плюсы. И хорошо работали на медосборе. И когда нужно было собирать семью в зиму, они себе наносили мед, формировали клуб так, как им нравится. Ну, и все хорошо, их даже можно не подкармливать, потому что они там себе все, и меда они расходуют меньше. Есть свои плюсы, но есть и минусы, конечно. Поэтому, если кому-то охотно заниматься вот такой породой, ну, занимайтесь. Ну, просто не нужно ставить там, как бы, точку и говорить, что эта порода плохая, местная, аборигенная, потому что, ну, она там такая-такая. Нужно, нужно меняться матками, заказывать маткой определенной породы, той же, той же породы, которая у вас. Делать, как бы, гетерозы, скрещивание этих, как бы, линий пород для того, чтобы вы могли одержать какой-то результат. Ну, что хочу сказать. Всем всего наилучшего, хорошей зимовки, пока.